Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу представить вам Ивана Родионова, он руководитель и основатель инвестиционного агентства «Ильич». И вот такое дело, недавно я с ним познакомился, я его увидел, и он сразу обратил на себя внимание, потому что от него веяло, во-первых, мощной такой энергетикой, а во-вторых, почему-то мне показалось, что у него есть сходство, сразу вот так кольнуло с Лениным. И я хочу спросить, Иван, это случайно или как-то? Вообще, бренд пришел случайно, действительно, но он совпал с моими целями. Сейчас я занимаюсь инвестициями, активно выходить из бизнеса, из реального сектора, в планах уйти в госконсалтинг, то есть вот государственный консалтинг – это сфера моих ближайших интересов на 5 лет, поэтому бренд «Ильич» вот прям он как зашел, прям как нужно было, и он в себе сейчас объединяет все мои направления. Понятно, спасибо. Ну и чем же занимается вот ваше инвестиционное агентство? Коротко, вот в двух словах можно сказать? Да. Мы занимаемся тем, что мы для инвесторов делаем линейку продуктов пассивного дохода. Это очень интересные инструменты, они надежные, и процентная ставка составляет от 24% годовых до 36% годовых, с ежемесячными выплатами. То есть у нас революционный продукт, который дает с одной стороны повышенную надежность, чуть позже я расскажу с чем это связано, а с другой стороны это ежемесячные выплаты. Ну, как-то доходность получается вроде как не маленькая. За счет чего? Доходность высокая. Мы с вами говорим о реальном секторе экономики. Наши инвесторы, они вкладываются в компании, которые являются исполнительными по госконтрактам. В среднем такой один контракт приносит от 20% до 150%. И за счет количества итераций, повторений, то есть вот представьте, у вас есть компания, которая может зарабатывать 20% в течение года 7-8 раз. Вы соответственно получаете годовую рентабельность достаточно высокую. И с учетом того, что платильщик по таким контрактам является государством в лице федеральных заказчиков, в лице, соответственно, местного самоуправления, у вас рейтинг надежности вашего контрагента сравним, ну, я бы сказал, если мы говорим про финансы, если мы здесь общаемся по инвестициям, сравним с ОФЗ, сравним с корпоративными облигациями. Я бы даже сказал все-таки, что это больше история про государственные облигации. Хорошо, но как вам удается найти, за счет чего вы находите такие выгодные... В общем-то, дело в том, что я занимался в свое время, пытался зайти на эти госконтракты и так далее, и там большинство было, в общем-то, буквально по себестоимости, а вы говорите о какой-то бешеной доходности. За счет чего находите такие компании? Действительно, путь был тернист и долг, прежде чем я понял, как это работает. У меня у самого за плечами исполнение, ну, где-то порядка 30-40 госконтрактов. Это то, что лично моя компания исполнила. То есть, вы там работали? Да, я работал в этой сфере, я разобрался. И начал я с того, что вначале я в виде консалтинга помогал предпринимателям и учил их, как выигрывать тендеры. Потом у меня был этап, у меня был тендерный инвестиционный клуб. Это было такое сообщество, где мы рассматривали лучшие практики и понимали, как наиболее эффективно исполнить. Рассматривали основные боли, как это можно, соответственно, сделать с минимальными рисками и в максимально быстрые сроки. И, собственно говоря, работая там порядка 8 лет в этой сфере именно тендерной, у меня появилось очень много знакомых, у меня появилось очень много контактов. Собственно говоря, я не ищу эти бизнесы. Как правило, мои партнеры, они рекомендуют мне какую-то компанию. Говорят, Иван, вот есть компания с запросом и посмотри, пожалуйста, их. Как правило, если такая рекомендация идет, для меня уже это значит много. И второй момент, конечно, это профессиональный момент, я понимаю, как этот бизнес работает изнутри. Я запрашиваю документы, я отсматриваю информацию на госплощадках, потому что здесь в рынке цифровой экономики, чтобы вы понимали именно рынок госконтрактов, это полностью открытый рынок. Вы можете зайти на сайт закупки.gov и увидеть полностью договора, увидеть платежки, увидеть штрафы, пени, неустойки. То есть вся информация, она есть. И есть какая-то внутренняя информация, которой предприниматели не делятся, но со мной не делятся, потому что я знаю, что спрашивают. Понятно. Хорошо. А скажите, вот инвестор, скажем, заинтересовался. Да, доходность 36%. Здорово. Может быть больше, наверное. Да, реальный сектор. Да, кстати, это чисто российская история, либо зарубежные какие-то штуки. Я работаю, конечно, с российским бизнесом. То есть российский бизнес – это инвестиции в нашу Россию? Да, это все компании, вот, учредители этих компаний являются резидентами нашей страны. И здесь, ну у меня есть такое чувство патриотизма, наверное, оно тоже как-то вылилось в персональный бренд, который я развиваю. То есть Россия всех победит? Россия. Я против вообще конфликтов. Я считаю, что Россия со всеми договорится. И эти договоренности будут устраивать прежде всего Россию и ее партнеров. Хорошо. Кто ваши потенциальные инвесторы? Это физические лица, юридические лица? Мои потенциальные инвесторы – это и физлица, и юрлица. То есть вы можете и с юрлицами тоже работать? Конечно, у юрлица им даже более интересно, чем у физлиц, в силу того, что там доходность чуть подрастает выше. Ну, во-первых, а во-вторых, у юрлиц есть, ну, часто достаточно, я про себя говорю, что есть какие-то свободные средства, они вот образуются, что с ними делать непонятно, а тут есть возможность инвестировать их. Конечно. Хорошо. А с кем заключается договор с вами? То есть вот если я, например, как инвестор, хочу заключить договор, кто отвечает по обязательствам по этому договору? Кто моя вторая сторона? Это вы либо тот проект, та компания, в которую я инвестирую? Денежные средства попадают напрямую в бизнес, я говорю о прямых инвестициях. То есть у меня договор, в принципе… Да, с конкретным бизнесом, который выигрывает тендеры, который их исполняет. Это раз. С точки зрения снижения рисков, в данном случае у нас есть возможность, если у вас сумма от двух миллионов рублей, предложить вам разместить денежные средства в несколько компаний с сохранением ставки доходности. То есть такая диверсификация? Да, фактически диверсификация, и чем больше сумма, тем, ну, я рекомендую там вплоть до пяти компаний иметь, и у вас получается ставка одна и та же, выплаты у вас также идут ежемесячно, и при этом у вас получается есть портфель. Хорошо. Есть минимальный порог входа? Есть минимальный, да, это 500 тысяч рублей. Ну, в принципе, вполне доступный. Обычно люди попробуют с 500, им понравится, и потом начинают больше. Как правило, это год, то есть денежные средства размещаются на год. Люди делают пролонгацию, когда вот пройдут год, потому что условия интересные, обязательства соблюдаются, все стороны выигрывают. Недавно совсем мы выходим на уже обороты, и у нас в планах выйти на выдачу инвестиций в размере там 60 миллионов в месяц. И когда у нас такие планы реализуются, мы хотим ввести для инвестора возможность досрочного вывода, то есть если вдруг ему понадобились денежные средства, то мы даем возможность в течение двух месяцев. Это у нас пока пилот, но как только это будет реализовано, соответственно, мы дадим возможность, и появляется ликвидность. Единственное, у инвестора будет уплата штрафа. Давайте еще более конкретно задам вопрос. Предположим, я инвестор, я хочу вложить миллион рублей. Вы говорите, что будут ежемесячные платежи. Во-первых, сколько годовых мои инвестиции принесут и сколько я получаю ежемесячно на миллион рублей? Хорошо. Смотрите, вот если мы говорим про миллион, это 3% в месяц. 3% в месяц от миллиона это 30 тысяч, правильно? Да. Вот 30 тысяч рублей вы будете получать ежемесячно. То есть, получается, это сильно выгоднее, чем, например, сдавать недвижимость в аренду. Например, средняя квартира стоит 5 миллионов. К чертовой матери, продать ее? Конечно. И получать, значит, 5-3-15, 150 тысяч. Ни одна аренда столько не принесет, правильно? Все верно. Я вчера был буквально на инвестиционном форуме по недвижимости. Реал-эстейт проходит, он сегодня, кстати, тоже идет. И многие компании и многие инвесторы, которые вкладывают в новостройки, они заинтересовались нашим предложением. У нас уже идут переговоры. Друзья, я много раз говорил, что недвижимость сейчас не на коне, это не самая лучшая инвестиция. Вот еще один яркий пример этому. Хорошо, мы заключили договор. А ваш какой интерес? Мой интерес следующий. Во-первых, я беру комиссию с предпринимателем. То есть предприниматель вам платит, я ничего не хочу. Да, инвестор не платит нам. С инвестором у нас заключаются договорные отношения в виде NDA. Это соглашение конфиденциальности, потому что мы передаем для проверки персональные данные бизнесмена. И он получает реальный доход и, конечно, он тоже рискует. Мы не можем так вот направо-налево всем давать. Поэтому мы в данном случае имеются у нас такие договорные отношения. Но с точки зрения комиссии с инвестором мы не берем комиссии. Комиссии мы берем с предпринимателя. У нас есть несколько вариантов работы. Первый вариант мы работаем по разовой комиссии. Второй вариант мы делаем комиссию и привязываем ее к ежемесячной выплате. Это мы делаем, когда у нас дополнительно с предпринимателем еще заключен договор консалтинга. Потому что у меня большая экспертность в этом вопросе. И очень часто предприниматели видят ценности, готовы за это платить для того, чтобы мы могли увеличить эффективность участия в тендерах. Увеличить там, в принципе, оборачиваемость этого капитала. Настроить управленческий учет. Но есть свои нюансы. Собственно говоря, у меня работает команда. У меня есть несколько специалистов. В том числе тендерный специалист есть. Есть адвокат. Есть в штате у нас детектив, который проверяет сделки. И в целом мы даем качественный продукт. И поэтому у нас такая надежность. Хорошо. Еще один момент. Давайте вернемся к надежности. Смотрите, я как инвестор заключаю договор. И я кому-то даю деньги. Как обеспечен возврат моих денег? Чем он обеспечен? Есть какие-то залоги или что-то еще? Прекрасный вопрос. Я уже на самом деле давно жду его. И хорошо, что вы спросили. Конечно. Смотрите, вот самое главное это то, что все контракты, они являются у нас обеспечением. И у нас для инвестора есть целый механизм и контроля, и мониторинга. То есть, если дословно в обеспечении идет залог по имущественным правам на контракт, то гражданский кодекс предусматривает такую возможность. То есть, деньги инвестора, они всегда обеспечены будущими платежами по исполняемым контрактам, чтобы вы понимали. И мы, как компания, за этим следим. И это у нас прописано в договоренности. То есть, буквально я имею, так сказать, такие простые слова. То есть, я имею буквально право подписать под контракт. Все верно. Это тоже одна из революционных идей. И не совсем вы имеете право подписи на контракт. Здесь регулирование идет через АЦП в настоящий момент. То есть, именно сам генеральный директор компании только имеет право подписывать, либо уполномоченное лицо. Что мы делаем для инвестора? То есть, если сумма инвестиций в конкретную компанию идет от двух миллионов рублей, то мы открываем дополнительный расчетный счет на компании. И вам, как инвестору, предлагаем получить право второй подписи. И это вам дает возможность видеть денежные средства, которые приходят на расчетный счет со своего телефона. Вы можете зайти в клиент-банк и увидеть ситуацию. То есть, компания платит деньги именно, то есть, в контракте записано, что вот именно на этот расчетный счет будут поступать деньги и без моей подписи эти деньги никуда не уйдут, пока я не получу. Все верно. То есть, условия вывода денежных средств и расходования следующие этой компании, то есть, она имеет всегда выигранный или будущий поток не меньше, чем сумма инвестирования. Если этот поток обеспечен, она тогда у вас получает согласование. То есть, если вы не отправите предпринимателю смс, то он не сможет воспользоваться и потратить денежные средства, которые ему пришли по госконтракту. Ну, это серьезная гарантия. То есть, это отношения, которые мы изначально выстраиваем и помимо того, что вы имеете доступ к расчетному счету, у вас еще есть и доступ к торговым площадкам, на которых проходят торги. То есть, вы фактически видите полностью предмет договора, вы видите условия техзадания, вы видите цены, снижение цен и, собственно говоря, вы видите платежки и акты выполненных работ. То есть, мы за полную открытость. То есть, я вообще на всех этапах могу контролировать Конечно, да. То есть, вы видите и вы можете участвовать. И я даже более вам скажу, у нас есть два типа инвесторов. Первый тип инвесторов – это им не особо охота разбираться в бизнесе и для них так называемые ленивые деньги интересны. То есть, они вложили, получают проценты и ну как это там зарабатывается. Вот есть Иван, есть его команда. Я им доверяю, они как бы контролируют процесс. А есть, соответственно, второй тип инвесторов, так называемые смарт инвестиции, когда мы говорим о умных деньгах. И тогда у нас есть такая возможность дать инвестору возможность общения с собственником компании. Иногда это приводит к тому, что инвестор дополнительно еще находит какие-то контракты, приносит в бизнес и получает к своему пассивному доходу еще агентские вознаграждения. Потому что там возникают уже какие-то дружественные бизнес-отношения, агентские либо комиссионные бизнес-отношения. И в целом инвестору интересно и он еще больше тогда вовлекается в этот бизнес и он может задуматься вообще о покупке доли в этом бизнесе. То есть, такие сделки мы тоже проводим и единственное, что они как правило все начинаются от 13 миллионов. Но чтобы человек купил кусочек компании за 13 миллионов, которая будет ему приносить хорошие деньги, он должен ну прям очень хорошо уже и в бизнесе разобраться, и с собственниками выстроить отношения. Ну, 13 миллионов, в принципе, я могу сказать так, что сейчас нормальный станок стоит буквально там, ну, легко можно найти. Например, я в полиграфии занимался там, ну, миллион, миллион двести евро. это современные станки так стоят. Так что, в принципе, суммы вполне. Вполне, да, для входа, то есть мы говорим о какой-то доле уже тогда. Все-таки как-то вот мне такая доходность высокая. Ну да, это бизнес, это реальный бизнес и такие гарантии. Да, я думаю, что это интересно, в принципе. Прекрасно. Так, хорошо. А потенциальный инвестор может до того, как заключить контракт, до того, чтобы до того, как отдать деньги, он же, так сказать, может познакомиться с реальным бизнесом? Конечно, да. То есть, что предлагается? Мы предлагаем вплоть до того, что там клиент может съездить, инвестор, да, к предпринимателю в офис, может посмотреть. Может посмотреть на производственную площадку, что есть, на чего он инвестирует, какие контракты. Пообщаться с заказчиками. То есть, допустим, обязательным условием для меня является то, что предприниматель дает там телефоны конкретных заказчиков, где он уже заработал деньги. Можно просто созвониться и пообщаться. То есть, знаете, по-человечески. Понятно. Вот у меня там буквально недавно попала сделка, и мы ее сейчас проверяем. Какая ситуация? Человек зарабатывает на недвижимости и уже сдал несколько объектов. Это такой тоже модный тренд. И я всегда прошу референс-лист. Говорю, а вот где есть адреса, где можно съездить? И ведь можно, допустим, доверять, а можно просто поехать и пообщаться уже с теми, кто купил эту недвижимость. Довольны, недовольны, какие там были моменты. И вот у меня там сотрудник сегодня-завтра должен съездить, пообщаться и дает мне информацию. Конечно, когда я понимаю, собрал информацию глубоко, пообщался немножко с контрагентами, пообщался с клиентами, понимаю, как человек строит отношения, тогда и у меня складывается уже объективная картинка по поводу конкретного бизнеса с точки зрения привлечения туда денег. Так, хорошо. Ну, вообще интересно, на самом деле, сектор, потому что я занимаюсь целыми бумагами, и там доходности там, ну, 15-20, ну, до 40 процентов тоже доходят, но, в принципе, там и риски большие, и, ну, как вариант для того, чтобы диверсифицировать вот инвестиции, почему бы и нет, это прямые инвестиции в бизнес. Вы можете как-то дать контакты, может быть, если кто-то заинтересуется? Да, конечно, я вообще предлагаю, чтобы люди могли направлять вам заявки, вот, я подготовлю даже небольшой такой, ну, подумаю, какой-то подарок приготовлю для человека, который к вам, соответственно, напишет, да, и, собственно говоря, вы можете ему информацию о нас, наших тарифах передавать, и, собственно говоря, вот какой-то бонус. Презентацию? Да, презентацию, конечно. Вот, друзья, если вы хотите такую презентацию, ссылочку на я сделаю соответствующий лендинг, там она автоматически будет приходить вам на e-mail, который вы оставите. Здесь проблем нет, вот, Иван, я понимаю, открыт для инвестиций, интереснейший человек, я вас уверяю, вам будет совершенно, ну, интересно его послушать, интересно познакомиться, энергия прям вот... Благодарю. Мне нравится, да. Благодарю вас за такой лестный отзыв, особенно приятно слышать это от эксперта в финансовых рынках такого, как вы, наблюдаю за вашим каналом. Мне очень интересно тоже вот и ваша деятельность, потому что я всегда ищу новые возможности для инвестиций, и вот такое действительно революционное. Приходите, буду рад видеть вас в числе своих клиентов, ваших, соответственно, подписчиков, и вообще я, знаете, подумал о том, что, ну, сегодня я вас пригласил к себе в гости, а еще я хотел бы вас пригласить к себе в офис, чтобы вы приехали. И, возможно, у ваших подписчиков после просмотра этого интервью появятся какие-то вопросы. Пускай они вам напишут в комментариях, мы с вами самые интересные вопросы, допустим, выберем и вернемся к диалогу. Да, я думаю, что мы продолжим. На другой площадке сегодня у нас, ну, такой, скажем, душевный разговор, знакомство, да, дома. Состоялся, да, дома. А в целом, как бы, давайте сделаем уже потом более профессионально. Если есть у людей какие-то вопросы, я с удовольствием выйду на связь, отвечу на эти вопросы. Да, у меня у самого уже есть вопросы. Прекрасно. Да, мне это интересно. Спасибо. Спасибо большое. Благодарю вас. Думаю, что мы продолжим еще, значит, какие-то, так сказать, контакты. Я думаю, что, я надеюсь, что это будет интересно. Я уверен, что здесь есть возможность получения дополнительного пассивного дохода и в качестве, ну, как бы, одной из частей инвестиций. Думаю, что это стоит. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий и Иван Родионов.